Когда-то на канале у меня была рубрика «Пиратки двуточие», где я отвечал на конкретно заданный вопрос, на какую пиратку энного дополнения лучше всего пойти. Плюс, учитывая, что в моём графике появилось много свободного времени у Дренора, то, по-моему, весьма неплохая возможность вернуть эту рубрику и завершить её до конца. На этот раз, как вы могли догадаться, это будет Легион, наверное, топ-1 по вопросам, куда пойти. Уступает по количеству подобных вопросов лишь Личкинг, и то из понятных на то причин. Окей, почему некоторые люди, в принципе, настроены играть в Легион, учитывая, что это не последняя версия игры, как и версии за 550 рублей с доступом в Легион и за 2500 за полную игру? Ну, отрицать, что есть люди, которым не зашёл БФА, это глупо. И так как им бросать Варкрафт не особо хочется, они идут на пиратки. В большинстве своём это, как правило, Личкинг, опять же, из понятных на то причин. Но и многие идут на тот же Легион, который некоторые благословляют. Но теперь давайте ближе к сути, куда можно пойти играть в Легион. Тем более, учитывая тенденцию, я уверен, что пиратки Легиона будут жить ещё очень долго, и актуальность потеряют, как минимум, не скоро. Ну, а вопросов в стиле по свету сервер по-прежнему довольно много. Первый вариант, куда я могу посоветовать пойти, это сервер в Офрикс, версия игры на сервере 7.2.5. Что для 2019 года крайне неактуальный контент. Играет там в среднем 2-4 тысячи игроков, в зависимости от времени суток. Сервер является иностранным, и большинство игроков не русскоязычные. Основной прикол сервера в том, что он по сути довольно работоспособный, так как если сервер сидит на одном патче, то сидит и клепает обновы очень долгое время. Что и является причиной неактуальности апдейта на сервере. Вариант довольно неплохой, если вы идёте конкретно на пиратку, то идите туда. По крайней мере я думаю вы не пожалеете. Второй вариант, весьма странный и дебильный, но не упомянуть я его не мог, так как задали бы меня с комментариями в стиле пиратки говно. Вариант пойти играть на официальный сервера, но не на полной версии игры. То есть, если условный бфа не зашёл, достаточно лишь платить 550 рублей в месяц, чтобы был открыт контент легиона. И можно было там играть. Плюс никто не отменял фарм голды, которые можно преобразовывать в жетоны. Что будет являться следствием того, что можно будет не платить за игру. Плюсы такого варианта в том, что это официальный сервер, появится проблема, тебе не помогут, а не так как у меня с дренором. Полная работоспособность лучше не найти. Минус, что не так много людей зависает на 110 уровне. Все в основном сидят на бфа. Сама игровая механика была переделана и объясняет, что механики классов и прочего были изменены после выхода битвы за Азерот. Так что с коммуникацией и другими людьми будут некоторые проблемы. Вариант довольно спорный, так как если кто-то из посмотревших и ливает с офы на легион, то вариант будет максимально дебильным. Но не упомянуть я его не мог, причина была выше. Теперь про русскоязычные пиратки. Из адекватных тех, которые имеют онлайн свыше 1000 игроков, выделю лишь UWOV. Есть альтернатива в виде WoW Циркла, но серва, как лично я заметил, сильно загибается по онлайну. И админы забили на этот реалм, отдавая приоритет Лич Кингу. Но с Цирклом там довольно забавная и отдельная история, но как-нибудь про неё в другой раз. UWOV имеет апдейт 7.3 с открытым Аргусом и открытых во всех режимах Анторусом. В среднем играет 3500 игроков. Также у них есть Altrealm Epic WoW. Сервер по сути один и тот же, но только на UWOV рейты X100, а на Epic WoW X5. Больше особой разницы между ними как таковой нету. Особых альтернатив среди RU серверов попросту нету. Но если в приоритете работоспособность, а не RU игроки, выбирайте либо первый, либо второй вариант. Фаершторм. У Фаершторма также есть свой реалм Легиона. Играет там в среднем 800-900 человек. Сервер является зарубежным, плюс это неплохая работоспособность, минус все игроки потихоньку мигрируют на BF Realme этого же сервера. Да и тем более в последнее время вы отлично знаете моё отношение к серверу в последнее время. Окей, надеюсь я этим роликом ответил на множество вопросов по типу «Где играть на Легионе?». А по-хорошему, чтобы не задолбывать кого-то вопросами, мол «Где играть?», «Поскажи сервер» и прочее, пользуйтесь всякими поисковиками. Условное ММО ТОП, либо ТОП Г вам в помощь. Уж там вы точно найдёте что-то под себя, по типу серверов с занижениями, либо прочим. Ну а по сути на этом всё. Благодарю вас за просмотр. Удачи вам! Благодарю вас за просмотр.